Победный тон Мы создали лучшие машины и лучшую военную технику, которая победила все железо, порты, а Гитлер их подмял под себя, подмял всю Европу. Мы все сделали для того, чтобы первыми выбраться после войны из тяжелого положения. Но хочу напомнить одну цифру. В 1945 году уже наша страна вложила в образование 11% бюджета. США вкладывали тогда 3, сейчас мы вкладываем 3,5, США 9 и продолжаем скупать мозги по всему миру. Мы первыми прорвались в космос и создали ракетно-ядерный паритет, который нас бережет и сегодня. Нам крайне важно все эти важнейшие события связать воедино и уверенно двигаться вперед. Нас ждут или новые победы, или новые поражения. И поэтому я с большой надеждой смотрю на завтрашнее послание. Все тенденции, все проблемы налицо. Мы объявлены врагом номер один американцами вместе с китайцами и Ираном. Для нас принципиально очень важно сделать выводы из последнего решения блока НАТО. Трамп потребовал удвоить бюджет. И они приняли решение к 2024 году иметь бюджет 1,3 трлн долларов. Это в 3,5 раза больше, чем весь наш федеральный бюджет. Кроме этого, Сенат принял решение о том, что мы спонсоры терроризма и будут акции санкции против банковой финансовой системы. Она у нас не столь надежна. И даже ООН влезла в этот ряд, приняли решение о демилитаризации Крыма и Черноморско-Азовского региона. Ну а уж о спортсменах я не говорю. На мой взгляд, мы должны все сделать, чтобы эти вызовы максимально были учтены при нашей работе в ближайшее время. Но вместе с тем хочу обратить ваше внимание на следующее. Придент потребовал мировые темпы, в пятерку входим, победим бедность, все сделаем, прорваться в новых технологиях. Где у нас рывок за прошлый год? Смотрите. Рывок, прежде всего, усиление раскола. Олигархический спрут за прошлый год полтора раза увеличил свои капиталы. Было 74,110. 1% самых ушлых захватил 60% богатств. Кстати, в Америке в два раза меньше, во Франции и в Италии всего 20%. Если посмотреть пять главных олигархов, они получили дополнительно 27 миллиардов долларов, больше, чем все граждане Российской Федерации вложили в прошлом году своих сбережений. Второе. Обнищание. Обнищание продолжается в массовом порядке. У половины граждан официальная статистика. Есть деньги только на плохую еду и паршивую одежду. 40% получают зарплату меньше 20 тысяч рублей. 23 тысячи – самая массовая зарплата. А это вообще бедность. Кто за чертой бедности? Нам говорят только старые и ничего похожего. 61% – те, кому 18-40 лет рабоспособны население. Оказывается, оно не может себя прокормить. И молодежь реагирует. Я просто ахнул, глянул вопрос последний. В 18-22 года 53% не хотят жить в стране, в которой родились, потому что они не видят своей перспективы, не видят справедливости и духовности. Самая жуткая картина связана с вымиранием. Хочу поддержать председателя. Он в прошлый раз внес целый ряд вопросов на наши совместные обсуждения, слушать. Давайте вынесем эту тему. Русских в войну погибло из 27 миллионов 20. Ельцин протащил границы, отрезал 25 миллионов от государственного тела. И у нас в 90-м году было 120 миллионов русских, в следующем году будет 120 миллионов потеряли. Русские государства, образующие народ, они не могут жить без духовности, без справедливости, без коллективизма. А нам ампутируют душу, навязывая совершенно несвойственной нашей истории и культуре бандитский олигархический капитализм. Даже романтики этого капитализма, типа Кудрина, и то стали его осуждать. И четвертая долговая яма, нас засовывают в Зиндан, на мой взгляд это не годится. Кредиты перевалили за 17 триллионов, но берут, чтобы выжить. Вот, семья получила за прошлый год было 250 тысяч, сейчас 301. На 50 тысяч каждая семья залезла в долг только за один год. 10 миллионов отдают почти 80% на погашение, вот, на погашение своего долга. Общий долг, посмотрите, в бюджете, 21 триллион в 2024 году. Я извиняюсь, никакой необходимости в этом нет. Обещали догнать Португалию. Посмотрел на ВВП, на душу населения. У Португалии 32 тысячи, у нас 29. За 20 лет не догнали Португалию. Мне думается, очень правильно было решение принято о том, чтобы усилить контроль за выполнением. И председатель регулярно с нас спрашивает, но обратите внимание, какая склада ситуации. Кудрин приходит к президенту и говорит, не исполнена расходная часть на 1 триллион. Распределили, приняли решение, денег нет. И триллион не дали тем, кто должен жить, работать и развивать производство, учить людей. Это говорит Кудрин, чеханчин каждый десятый руб с нарушением закона. В основном офшоры. Путин правильно, за счет мозгов надо стабилизировать ситуацию. За двумя руками. А Медведев, Силуанов, нацпроекты, как выполняет по поручению президента. Взял 4 нацпроекта. Модернизация. Главная проблема. У нас половину изношенных оборудований. 65% все выполнено. Производительность труда. Без нее мы ничего не сделаем. 59%. Экология. 34%. Треть страны живет в плохих экологических условиях. Цифровая экономика. Здесь блестящие слушания были. 24%. Село Акашин. Тут целую программу подготовил. Вы поддержали. 14 раз скорректировали. 200 миллиардов выкинули. И говорят, все хорошо, прекрасный маркиза. И так далее. Но в этой связи хочу просто напомнить. Инфляция. Вроде ее выполнены. 3-4%. Но она определяется ценой на продовольствие и товары первой необходимости. Новогодний стол из обычных продуктов подорожал на 16%. Значит, инфляция не 3%. Гречка на 32%. Пшено на 24%. Помидоры на 23%. Сливочное масло на 10%. Черный хлеб становится дефицитом. Провалили урожайность, связанная с ржаной продукции. Я хотел бы, чтобы мы с вами начинали год, прежде всего, выстроив свою программу. Передайте президенту, я опубликовал специально правде Советской России на сайте, вам разослал. Банкротство курса, который проводился правительством последний год. Он полностью обанкротился. Проваливать еще раз послание президента, это значит породить политически тяжелый кризис. Значит, не будет мирного, спокойного перехода и транзита власти. Население все больше недовольно этой политикой, и мы должны услышать их требования и так далее. Наши приоритеты останутся. Сбережение народа номер один, и мы будем за это бороться. Социальное государство, какое социальное государство, когда образование, здравоохранение и науку урезаются, надо минимум доволять двое. Земля, лес, главное наше богатство. Отработана программа, давайте заставим правительство выполнить ее. Реальная программа. Налоги, еще раз вам повторяю. Что бы ни делали, и что бы кому ни объясняли. Если в цене товара 64% налогов и 10% зарплата, вы не можете ни развивать, ни покупать. Ну на каком языке надо объяснять партии власти, что это должно быть пересмотрено, и все готово для этого. Холомейцев 12 законов носил от национализации прогрессивного налога. Вы в любом случае это примете. Но надо убедить президента проявить волю. Мы когда встречались с ним, мы ему высказали на этот счет. Поэтому бюджет развития, ну и чуть-чуть добавьте и политической системы. Добавьте, пожалуйста, время. Я настаиваю на том, Жириновский поддерживает активно, Миронов, Неверов. Давайте встретим с президентом, обсудим эту систему. Сидят новые люди, которые решили угробить и без того сшаткую стабильность. Понарезали уже 10 партий, одно хуже другой. Только для того, чтобы компонсировать мозги. И будет электронное голосование. Электронное голосование – это путь прямой к улице. Потому что мы попытались даже в Москве проверить, как идет это электронное голосование. Избили того, кто пытался это проверить. Поэтому мы должны, идя к празднику, проявить волю политическую, опереться на все лучшее. И помнить, без духовности, справедливости, без элементарной совести, это проявляется прежде всего в отношении к детям, войны, женщинам и старикам. Мы не решим ни одну экономическую проблему. Я надеюсь, что этот год юбилейный, а у нас еще есть 150 лет. Со дня рождения Ленина к нам приедет 150 делегаций. Мы уже сад сажаем активно, сад победы, сад жизни. Приглашаем вас принять участие в этих классных мероприятиях.